На месяц ушел в отпуск! Вас вообще оставить нельзя! Что вы творите? Тимоти заявил о том, что покупает Старбакс во многом благодаря Рогозину и существовало мое шоу. У нас будут дежурить космические таксисты. Сиквел – это продолжение. А это сама Шакира? Она вот так выглядит? Ну, думаю, она менее похожа на Долину. КОНЕЦ Здрасте! Здрасте! Всем привет, дорогие друзья! Какое счастье вернуться в шоу «Известь». Месяц нас не было в эфире, отпуск закончился, сезон продолжается. Всем привет! Меня зовут Савва, это шоу «Известь». Луч позитивных новостей даже в самые непростые времена. Очень много интересного произошло за последнее время. Давайте вернемся к новостям. Погнали! Санкт-Петербурге прошел парад в честь Дня военно-морского флота. В параде приняло участие 15 тысяч человек, 200 кораблей, 80 воздушных судов. Дело было не только в Петербурге, но и во многих других городах. И вот об этом хочется поговорить подробнее. Много туристов же в Питере, да, со всех стран они приезжают в Петербург. И вот турист, ничего не прозревающий, а дне ВМФ просыпается в своем отеле, с видом на Неву, потягивается, смотрит в окно, а там все в военных кораблях. Ну, кстати, мы же с вами увидели на дне ВМФ только надводную часть парада. А как там по дну красиво шли водолазы. Ребят, а боевые дельфины? Мы это все не увидели, это все там было, для Бериндея. Говорили, что там, на этом празднике ВМФ, должны показать корабль с технологией стелс, то бишь корабль-невидимка под названием Меркурий. Но не показали. А может быть, показали. Такие корабли очень тяжело обнаружить радаром, его называют практически невидимым, что действительно очень удобно. Да, я бы хотел себе, например, чемодан стелс. Ну вот, к следующему отпуску, чтобы не платить за перевес. Видели, сколько? У меня нет на такое количество денег, вещей в чемодане, сколько они просят за перевес. То есть, я не понимаю, почему нет чемодана стелс? Да, даже если он будет стоить миллионов 10 рублей, он все равно довольно быстро отобьется. Пара вылетов в Турцию, ребята, и обратно, и все. И ты уже везешь не трусы, а ноутбуки. Три-четыре таких рейса, и все. И ты стелс-челнок. Больше всего, конечно, офигели рыбаки на Неве, когда к ним рыбу стало прибивать косяками от волн этих самых военных кораблей. Новости бизнеса, дорогие друзья. Рэпер, как он сам себя называет, Тимати, заявил о том, что покупает Старбакс. Теперь официально, говорит Тимати, все активы сети приобретены и находятся под нашим с Антоном Пинским трепетным руководством. Могу заверить, что чудовищных ребрендингов не предвидится. Нам остается только верить Тимати, конечно же. Первые точки уже в августе откроются, команда работает над поиском нового названия. Но вообще, по логике, Старбакс, конечно, должен был покупать не Тимати, а Билан. Тогда у нас было бы хоть какое-то объяснение, почему он порой такой бодрый. Не будет чудовищных ребрендингов, сказал Тимати. Значит, вот такой, например, вариант мы сразу отсекаем. Потому что это реально был бы чудовищный ребрендинг. Стасбакс? Не знаю, не знаю. Люди в малиновых пиджаках, по-моему, латы не пьют. Есть неожиданное предложение, такое музыкально-историческое. Стар по имени Солнце. Сеть кофеин, в которой всегда есть свежий кофе и место для шага вперед. Ну, может пользоваться популярностью. Возможно, имеет смысл обратить внимание и на азиатский рынок тоже. И Тимати мог бы сделать въед-стар-вдох. Въед-стар-вдох. Единственная проблема с этими кофейнями, их было бы просто невозможно открыть. Тимати забрал Старбакс. Но у нас есть и другие звезды, которые готовы помочь сейчас и забрать себе какие-то бренды. Ну, например, Джиган. Давно его как-то не было слышно, к счастью. Ну, вот смотрите, ну понятно, какой бренд может забрать себе Джиган. Это же очевидно. Джиган — это классический мистер Пропер. Причем Пропер делал диван, судя по тому, как он живет. Вернемся все-таки к Николаю Баскову. Он мог бы вложиться в Кока-Колу. Там даже название сильно не надо менять. Здесь все остается точно такое же. Есть прекрасный женский бренд Victoria's Secret. Да, ну многие хотели бы купить этот бренд. И в России есть люди, которые могут забрать его себе. Потому что какая Виктория, когда у нас есть, ребята, это — Лолита. Лолита's Secret. Это вообще-то и народу ближе, и секретов у Лолиты явно будет побольше, чем у какой-то там абстрактной Виктории. В общем, удачи всем нашим молодым бизнесменам. Новости космоса. Друзья, ушла эпоха. 15 июля Владимир Путин уволил с поста руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Без слез говорить об этом невозможно. Потому что во многом благодаря Рогозину и существовало мое шоу. Потому что такого количества информационных поводов, как вы, Дмитрий, мне не давал никто. Ни Бузова, ни Джиган, ни Тимоти, ни Байден. Как мы без вас? Я не знаю. На месяц ушел в отпуск. Вас вообще оставить нельзя. Друзья, что вы творите? Когда мы не знали, о чем шутить, мы просто вбивали ваше имя в Яндексе, Дмитрий. И все. Первые шесть страниц обеспечивали полсезона приколами. Спасибо вам большое. Обязательно что-то возглавьте, Дмитрий. Ну, потому что... Ну, так нельзя. Ну, нельзя оставлять нас просто, понимаете? Он назначил Владимир Путин на место Дмитрия Рогозина Юрия Борисова. Это не актер Юра Борисов. Это другой Юрий Борисов. Хотя и актер бы справился. Журналист же справлялся. Как сказал Рогозин, покидая кабинет, Юра, мы все разобрали, когда освобождал для Юрия Борисова место. Ну, я думаю, больше всего расстроился, конечно, даже не я, а Илон Маск, потому что с кем он теперь будет работать в Твиттере и общаться? Хотя вот как мы охренеем, если Рогозин на самом деле сейчас возглавит SpaceX, представляете? Вот это реально удивит. А Юрий Борисов, новый руководитель Роскосмоса, уже начал делать первые заявления. Например, он сказал о том, что Россия начинает процесс выхода из проекта Международной космической станции и сделает собственную российскую космическую станцию после 2024 года. Как будет происходить процесс? Просто отцепят российский модуль, поэтому сейчас уже готовится экипаж цыган, который займет с переездом. РКС, говорит, будет больше, чем МКС. Это логично, потому что для русского поля в космосе нужен простор. Банька, опять же, колодец там. На входе в станцию, как и для любой другой станции, у нас будут дежурить космические таксисты. Тем более, что у наших таксистов цены уже космические, им, в принципе, даже переучиваться будет не нужно. Но я думаю, что мы будем выходить очень долго с МКС, потому что по странной русской традиции мы будем очень долго стоять в коридоре в скафандрах и прощаться. Новости из Франции, дорогие друзья. Полиция начала ловить поливающих свои лужайки французов. Вот такая история. Нельзя поливать лужайки во Франции. Теперь новые законы, ребята. Месяц всего нас не было, и вот что произошло. На самом деле, в чем ситуация? Во Франции сильная засуха. Потому что иммигранты из Алжира привезли не только себя, но и алжирскую погоду во Францию. Экополиция Франции. Это не то, что кто-то из староверов удивился полиции. Говорит, экополиция. Нет, экологическая полиция. Подсматривает из машин за домами и бдит за тем, как люди расходуют воду. Мало во Франции осталось воды. Я слышал, что мы прикрыли трубу, но я думал только газовую, а у нас получается один вентиль от всех труб. Если нарушитель попался первый раз на том, что поливает лужайки, то делается предупреждение. А взрослым транжиром воды светит протокол. В 88 департаментах Франции ввели ограничения на потребление воды. Получается, 10 дней в году у меня очень много общего с французами. Потому что как раз примерно в июле на 10 дней воду отключают, и ты сразу начинаешь чувствовать себя немного парижанином. Надо задействовать армию, дорогие французы. Что же вы только экополицией ограничиваете? Причем армию надо отправлять к нам в Россию по обмену опытом. Мы вас научим красить траву. Ее не надо будет поливать, она будет вечно зеленая, ребята. Три ведра акрила, и все, и вопрос решен. Я не знаю вообще, зачем кого-то караулить, почему там полицейские сидят в машинах, следят за тем, как кто-то расходует воду. Просто загляните в платежку по ЖКХ, и все. И там же сразу будет видно, кто на сколько нарушил. Правда, теперь возле лужаек где-нибудь в пригороде Парижа будет ходить человек в плаще. Распахивать плащ. И такой, пст-пст, вода для лужайки не нужна. Но вообще, честно говоря, и бы сейчас не за водой следить, а думать, где найти уголь подешевле. Потому что зима близко. За время отсутствия в мире произошло огромное количество светских новостей в том числе. И поэтому сейчас эту студию своей красотой и сексуальностью озарит моя помощница, моя боевая подруга. Человек, который знает о светских новостях абсолютно все. Катя Гончаренко. Встречаем. Спасибо, Савва. Всем привет. Привет. Мы не виделись сто лет. Ну, если месяц для тебя сто лет. Ты в Интерстеллере провела этот месяц? Нет. А ты? А я, да. Болгария для меня это Интерстеллер. Ну, Кать, что? И ты расскажи что-нибудь про свое путешествие? Зачем? Я буду сеять ненависть среди так небольшого количества моих зрителей. Катюша, что случилось интересно? У меня новости про старые новости. Ну, что там интересного с Хрущевым? Прошла неделя мода в Москве в 83-м году. Нет, Хрущев не относится к светским новостям. Он очень был стильным. Как бы тебе не хотелось. Уилл Смит ударил на церемонии. Да, вот такие новости. Ну, нет, не настолько старые. Он извинился за то, что он ударил Криса Рока на церемонии. А, серьезно? Я еще угадал, о чем новость? Да. Класс. Ты же помнишь, 4 месяца назад, 28 марта 2022 года, прошла церемония Оскар. И самым заметным событием, на которой стала пощечина Крису Року. Общественному вкусу. Да, помню. И вот, 4 месяца спустя история получила сиквел. Сиквел — это продолжение. Че, я... Оксфорд. Смотри, после того, как Уилл Смит ударил Криса Рока... Такое ощущение, что он в утре на первом сидит. Нет, он очень расстроен. Ну, а что случилось? После того, как он ударил, у него заморозили все проекты. Netflix, Apple отказались снимать с ним фильмы, снимать его биографию. Академия Киноэскуз заявила, что ты нам вообще теперь больше не друг, не френд. И он? И он несколько месяцев ходил к психотерапевту. И... Его бил. Я не поняла сейчас. Его бил психотерапевта Уилл Смит. Шуточный оммаж на ситуацию, которая и привела к всем плачевным результатам. Теперь я поняла. Да, и Киноакадемия... Это шоу создано в основном для того, чтобы ты понимала, что происходит. И Киноакадемия... На людей. Дай мне договорить. Да, пожалуйста. Киноакадемия сказала, что она его 10 лет больше не будет приглашать на Оскар, чтобы там он больше, видимо, никого не бил. Он все осознал. Он сходил к психотерапевту. Он подумал и спустя почти полгода записал видео с извинениями Крису Року. Но, чтобы ты не думал, что он так красиво выступил, он сначала звонил Крису Року. А знаешь, что тот ответил? Нет. Говорит, я не хочу разговаривать. Вот это история. А еще куда он не дозвонился? В Сбер звонил, там тоже никто с ним не разговаривает. Где карточку делали, там ее и восстанавливаете. Я вообще так понимаю, что, учитывая ситуацию с Уиллом Смитом, единственное видео, которое ему светит, это видео с извинениями, да? Потому что никаких других никто его снимать не собирается. Да, да, да. Тогда перейдем к другой старой новости. Хорошо. Курс доллара 26 рублей 15 копеек. Испанская прокуратура запросила для певицы Шакиры 8 лет тюрьмы и штраф на сумму более 23 миллионов евро. Знаешь, за что? Ну, что-то украла в магазе. Да, наверное, но нет. Она не заплатила налога в 2012-2014 году на сумму более 15 миллионов, писали долларов, но сейчас неважно, долларов и евро. В общем, 15 миллионов евро она недоплатила. И поэтому 8 лет, пожалуйста, сидите, и 23 миллиона штрафа. Что ты так на меня смотришь? Ты просто, я представляю себе Шакиру в тюрьме. Звучит как реальти-шоу на HBO. 8 сезонов реально можно снять. Знаешь, как офигеют другие женщины в тюрьме? Новую ковырялку привели. А кто там? Шакира. Что такое ковырялка? Вечер в хату. Что такое ковырялка? Тебе лучше не знать. Если ты не слушаешь вороваек, так и не начинай. Продолжай слушать Шакиру. Посмотри на этих людей. Это муж Шакиры. Да не муж. Ну, парень Шакира. А это сама Шакира? Она вот так выглядит? А ты как думал, она выглядит? Ну, думала, она менее похожа на Долину. Не, ну хорошо. А это какой-то полузащитник Баруси. Кто это вообще? Это Пике. Это футболист. Я угадал, еб**. А вы говорите, я в спорте не разбираюсь. Я тебе эту новость рассказывала несколько месяцев назад. А я, блин, прям запоминаю новости про Шакиру и Пике. А у тебя вот вылетело и влетело? Я даже сразу не слушал. Изначально. Так, хорошо. Она разошлась в Пике. Сколько у них детей? Двое детей. Он говорит, хочешь увозить детей в Америку, увози. Но с тебя 400 тысяч евро и 5 перелетов в год туда-обратно первым классом. Она говорит, я как отсижу, сразу этим вопросом и займусь. Да, ну представляешь, вот такие условия поставил. Ну, значит, надо зарабатывать эти деньги, Шакин. Значит, надо в тур ехать. Куда? В Волгоград. Тур. Тур. Большое животное, типа быка. В тур. Концерты давай денежку заколачивать, понимаешь? По колониям. Можайская женская колония простаивает без концертов. Ну, давай дальше. Бен Аффлек и Дженнифер Лопес нагулялись. И поженились. Ну, тоже старая новость. Посмотри, какие счастливые. Да, Бен Аффлек особенно счастлив, я вижу. Смотри, просто сияет человек. Сияет. У них же очень длительные отношения были. Очень длительные отношения. Потом они разошлись, потом они опять сошлись. И она же еще и взяла его фамилию. Да. То есть она теперь... Да. Она теперь Дженнифер Аффлек. Дженнифер Аффлек. А он Бен Лопес. Бен Лопес. Чистильщик бассейнов из Мехико. Да, смотри. Поженились в Лас-Вегасе. Ничего особенного. Она надела старое платье, которое у него валялось 300 лет. Так. Ну, может быть не 300, я преувеличила. Изо всех сил себя сжимает в нем. Не сильно заморачивались, но на помолвку он ей подарил кольцо. По предварительным данным от 7 до 10 миллионов долларов. Оно стоит. Давай посчитаем чужие деньги. Давай. Но. 10 миллионов долларов кольцо. А ну, от 7 до 10 миллионов долларов. Но они сэкономили на пиджаке и платье. Да. Понимаешь? А это как раз большие бабки. 7-10 миллионов долларов, это от 30 до 60 однушек в Москве. Примерно. Но, с другой стороны, однушку на палец не наденешь. Известная мудрость. А тем более 30. Тем более 30. А зачем вам 30 однушек? Сдавать и жить безбедно в Марьино? Всем нужны однушки в Москве. Ну, я думаю, вот Банафлик на Циане мало сидит. Мне кажется, все-таки он больше ходит по колечным магазинам. Слово сидит. Калечные магазины. Все не очень хорошо, потому что давай не будем... Да, давайте извинимся сразу. Все-таки Уилл Смит извиняется. И мы извините, что мы связали эти две новости в таком контексте. Извините, у меня все. Это было здорово, ребята. Катя и ее светские новости. Спасибо тебе, Катюш. Спасибо. А мы продолжаем. Футбольный клуб с Фарерских островов захотел подписать Роналду за 20 овец. Для завершения сделки не хватило одного барана в руководстве Манчестер Юнайтед. Массовый заплыв на надувных женщинах устроили в Ленинградской области. Некоторые сдулись в самом начале, а вот женщины не подвели. Стражевой пес сдался копам вместе с бандой наркодилеров. Просто потому, что полицейские дали команду мордой в пол. Он им... Вот такие приколюги, дорогие друзья, вам нагенерировал я после отпуска. Уверен, у вас тоже что-то интересное получится. В закрепленном комментарии я оставлю новость. Пишите на нее добивки, а лучшее из этих новостей прозвучит в следующей программе. А вот вам, пожалуйста, шуточка из прошлой программы, еще до отпускной. Шайен один нам написал. Врачи посоветовали носить шлепанцы с носками. Причем по этикету носки надо носить в правой руке, а шлепанцы в левой. Спасибо за ваш креатив, ребята. Слушайте, эта новость особо даже не требует моих комментариев, а она особо достаточный монолог. Африканец из Мали уехал в Екатеринбург. Начало анекдота. Чтобы научиться выращивать картошку. И так увлекся, что там, в Екатеринбурге, стал кандидатом сельскохозяйственных наук. Ну, это, знаете, дорогая, я вам видео за новым чайником. Скоро приду. Через 7 лет приходишь, все, ты уже декан Мати. Ну, в общем, в Екатеринбурге уже 7 лет живет малеец Фода Кейта. Он приехал, чтобы научиться выращивать картошку. И начал учиться этому. Единственное, говорит, чему я не научился в Екатеринбурге, так это понимать уральскую погоду. У вас я даже в жару ношу с собой куртку. У меня есть большая сумка. Ммм, зажиточный. Я выхожу из дома, кидаю в нее ветровку, зонт. Кто знает, что будет к вечеру. Может быть, наступит холод или пойдет снег. Я сам, кстати, дорогой Фаде, недавно узнал и обалдел. Действительно, можно узнавать погоду заранее. Берешь смартфон, вот там смахиваешь, открываешь приложение погода, и там прям показано, вот что будет сегодня. Но это надо еще лет семь прожить в Екатеринбурге, чтобы стать кандидатом еще каких-то наук, потому что пока он заточен только под картошку. Вообще удивительный человек. Дома его ждет красавица-жена, с которой он не виделся пять лет. У него есть сын. Трехлетний, скорее всего. Говорит, что супруга сначала обижалась, а теперь с нетерпением ждет возвращения мужа кандидата наук. Но теперь уже точно в ресторанах «Вкусные.» должна появиться картошка. Потому что, видите, у нас со всего мира специалисты стягиваются, чтобы поднимать сельское хозяйство. Кстати, наверное, это будет первый африканец, который в самолете в Мали полетит с рассадой. Мальчики, девочки, им сочувствующие, это все на сегодня. Первый выпуск после отпуска завершен. Мы вернулись к вам всерьез и надолго. Меня зовут Савва. Это шоу «Известь». Луч позитивных новостей даже в самые непростые времена. Все. Увидимся через пару дней. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!